Волонтеры и здесь проявляют активность. Их около 40. Работа буквально кипит. А вот животных практически не слышно и не видно, за редким исключением. Отдыхают волки. В глубине вольера грозный кавказский зубр. Не хочет общаться из Киев. Переднеазиатский леопард. Ему только два года. Привезли его из Геленджикского сафари-парка. Там он родился, поэтому выпускать в дикую природу удивительную дикую кошку нельзя. Он родился в вольере. Воспитан был человеком, потому что в младенчестве мать от него отказалась. Так происходит иногда, к сожалению, в дикой природе. И выпускать его не будем. Он будет жить здесь. Проявляют любопытство гостям с лопатами и тачками разве что еноты. По всему видно, выпрашивают еду. Но в заповеднике строго-настрого запрещено кормить животных. Им нужен специальный корм. Помочь можно, но другим способом. В балетном комплексе действует благотворительная программа «Капелька счастья». В ее рамках каждый может стать опекуном животного. Вот этим енотам повезло. На табличке написано, что они находятся под опекой Петра, Льва, Марии, Анастасии Куприяновых. А сегодня друзьями енотов стали волонтеры СГУ, которые создают для них комфортные условия. А на Красной Поляне порой идут такие дожди, что вода подбирается к жилищу енотов, что, конечно же, млекопитающим не очень нравится. Чтобы вода не скапливалась вокруг клеток, необходимо срочно провести дренажные работы. Наша задача сейчас убрать на полштыка землю, чтобы потом проложить гидроизоляцию и щебенку, потому что дождевая вода доходит до бедона и по нему идет сырость. Вчерашние волонтеры Чемпионата мира по футболу обустраивают и волчий вольер, разравнивают гравий, хищников на время отсюда силили. Другие добровольцевых числей волонтеры серебряного возраста красили ограждение вольеру зубра и ограждение самого вольерного комплекса. Еще вчера мы участвовали в волонтерском движении в городе и во время Чемпионата мира. А сегодня можем помочь вольерному комплексу украсить их вид. В комплексе нашли приют 33 вида зверей и птиц, так что помощь всегда необходима. В рамках экологической акции подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением молодежной политики администрации города и Кавказским государственным природным биосферным заповедником, чтобы совместных проектов было еще больше. У нас уже не первая акция с Кавказским биосферным заповедником. До этого 30 волонтеров ходило в поход. Они буквально на прошлой неделе вернулись и расчищали тропы по маршруту на Фишт. А вот буквально 17 числа выходит новый маршрут тропами Леопарда. Напоследок для тех, кто находит время бывать и на дальних кордонах и помогать в вольерном комплексе, провели экскурсию. Елена Авзицын, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.